На торжественной церемонии открытия нового хосписа в Чедерлунге, куда приехали немецкие благотворители, принял участие и премьер-министр Молдовы господин Юрий Лянке. Он общался с больными, которые, как он сам же заметил, не в полной мере удостоены внимания со стороны государства. И рад, что рядом оказываются такие друзья, как Геннер и Сюзанна Дайхман, которые успешно помогают людям. И питание, я так понимаю, что очень хорошее. Да, очень хорошее. Дай Богу вам здоровья. С вам здоровья. Ну я, чтобы у вас такие хорошие условия, еще раз, с большим вам здоровья и надеюсь, что у вас все будет хорошо, с Божьей помощью. Спасибо действительно спонсорам, которые это делают. Господин Дайхман, здесь это он все делает. Ну, низкий поклон говорю. Никто бы никогда в доме, даже в самом богатом, в самом богатом, не смогли бы создать эти условия. Генрих Дайхман считает, что этот проект очень важен, поскольку в хосписе находятся пациенты в терминальной стадии заболевания. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность всем тем нашим друзьям, кто принял участие в реализации данного проекта. И я думаю о том, что именно все эти пациенты, которые находятся буквально на последней стадии своей жизни, они могут уйти из этой жизни с достоинством. В этот же день премьер-министр ознакомился с работой хирургического и детского отделений в городе Чедерлунга. Осмотрел ход реконструкции терапевтического и неврологического отделений. Эти объекты также строятся при финансовой поддержке благотворительной организации «Слово и дело», которая выделила 5 миллионов леев из необходимых 15 миллионов. Остальную часть должны вложить местные и центральные власти. Для того, чтобы привлечь инвестиции из-за рубежа, это очень важная задача, мы пытаемся сделать так, чтобы, во-первых, как можно меньше бюрократии было на пути потенциальных инвесторов. Начиная с законодательного плана, кончая в таможне, налоговой инспекции, лицензированием и так дальше, проверяющими, чтобы они повернулись к лицу потенциальным инвесторам. Будь то нашим местным инвесторам, будь то из-за рубежа. Премьер-министр не стал детализировать, но хочу сказать, что все те обращения, которые идут в его адресы правительства и парламента Республики Молдова, связанные и с поставкой оборудования, и взаимодействием с грантовыми программами, с благотворительными организациями, кооперация усилий, она идет очень на высоком уровне, очень оперативно. Сотрудничество с Немецкой благотворительной ассоциацией продолжается с 1993 года, а фонд «Слово и дело» вложил за это время в различные социальные проекты в Гагузии более 22 миллионов лей.